На старт, внимание, марш! На выходных в Одессе прошел масштабный полумарафон. Дистанции было несколько, 21, 10, 5 и 1 километры. Но без внимания не остались и самые юные одесситы. Для детей возрастом от 7 до 12 лет организовали детский забег длиной в 500 метров. Участие также приняли и воспитанники Международной школы спорта, которая работает на базе школы будущего. Ученики третьего класса Международной академической школы Одесса самостоятельно вызвались пробежать дистанцию, а тренер в этом их поддержал. Сегодня наши дети, наши воспитанники Международной школы спорта принимали участие в Одесском полумарафоне. Там были у нас забеги на 500 метров, в которых наши дети принимали участие. И наши дети – это те, которые занимаются в школе. У нас всесторонне они развиваются. У нас есть плавание, бег. У нас современные методики, современные технологии, оборудование для того, чтобы возможность полноценно детей развивать в таком возрасте, в том числе и в беге. Подход основателя и президента учебного комплекса Сергея Кивалова неизменен. В Международной академической школе Одесса дети развиваются всесторонне. Все благодаря правильному подходу к тренировкам детей. Все ученики имеют возможность заниматься различными видами спорта, в том числе и плаванием, для чего построены два бассейна – большой олимпийского образца и малый для учеников младших классов. Школа оснащена самым современным оборудованием, благодаря которому дети могут себя чувствовать в полной безопасности. Я пришла, потому что мне стало интересно. Я занимаюсь спортом, теннисом. Мне стало интересно. Когда мне в школе сказали, что будет марафон, я очень захотела сюда пойти. В физкультуре мы бегаем, у нас очень большой зал, и мы бегаем два стадиона. И разные, и по-разному. Еще у нас приседания, садимся на шпагаты, отжимаемся. Еще у нас разные растяжки. Еще у нас эстафеты, футбол. Помимо того, что в школе детей готовят к соревнованиям, так и сами тренеры принимают участие в них. И Анна Волкова – тренер по плаванию в Международной школе спорта, и в этот раз также решила принять участие в полумарафоне, ведь это была ее мечта, которую она уверенно осуществила. Мечтала пробежать полумарафон. Готовилась, мне помогал Иван Глушко, который тоже тренер нашего бассейна. Он у нас ведет триатлон, соответственно, бег, велосипед и плавание. И так как это была моя мечта, она наконец-то сбылась. Я пробежала этот полумарафон с очень хорошим результатом для себя. Но это как для меня победа над собой. То есть для меня такие вот достижения, маленькие или это большие, я понимаю, что я на этом не остановлюсь, хочу еще и больше в спорте силам. Возможно, даже пловцам бегать немножко легче, потому что легкие работают как в плавании, так и при беге. И как альтернатива это очень хорошая профилактика бронхолегочных заболеваний. Это уже не первый полумарафон, который проводится в Одессе, но из-за вынужденного перерыва в прошлом году забега не было. Организатор рассказывает, что в этом году участие приняли около двух тысяч человек, но больше всего желающих было в забеге на 21 километр. Среди участников были и опытные спортсмены, и любители, и те, кто просто решил с сегодняшнего дня вести активный образ жизни. Также по сравнению с прошлым забегом увеличилось количество участников и среди детей. Обычно на наших стартах очень много детей, это тысячу-две детей. Мы это делаем осознанно, развиваем детский спорт. В этом году мы решили начать с ограничений. Дети были, было около 140 человек на дистанциях 100 и 500 метров. Я уверен, что они своим примером и своими медалями в школе покажут, что бегать – это круто, и заниматься спортом – это круто. Сам детский забег длился немного, ведь дистанция не такая уж и большая, но все участники остались довольными. Ведь каждый хотел поучаствовать и получить ценный приз. Я немного ошибся, потому что сначала я потратил все свои силы. Под конец уже еле-еле добежал. Я хотела дальше бегать, потому что мне понравилось, и я еще хочу прибежать первой. Второй раз уже в марафон бегу, а так я часто бегаю. Наверное, потому что я просто люблю марафоны и бегать. Все участники забега получили медали и ценные призы. Впереди у воспитанников Международной школы спорта новые старты и победы. К слову, в самой школе будущего уже совсем скоро, к 30-й годовщине независимости Украины, ожидается открытие нового спортивного инфраструктурного объекта – современного крытого спортивного комплекса Международной академической школы Одессы. Что только будет способствовать еще большему количеству юных спортсменов, принимающих участие в престижных турнирах как в Одессе, так и за ее пределами.